Автолюбители не понаслышке знают этот проблемный участок дороги. Проспект Калинина в районе Потепровода всегда был одним из самых загруженных в Пролетарском районе. Оживленная магистральная дорога в этом месте сужается всего до двух полос, вследствие чего образуются регулярные пробки. Чтобы уменьшить заторы и облегчить жизнь водителям, на этом участке ввели правила реверсивного движения. С утра светофор будет пропускать движение в сторону центра, со стороны Мигалова. В вечерние часы светофор будет пропускать под мостом движение со стороны центра в направлении Мигалова и Первомайского поселка. Первый день с действующей реверсивной полосой показал, что не все водители помнят правила дорожного движения. Только в присутствии нашей съемочной группы нарушителями стали десятки водителей, которые по сути выехали на сторону встречного движения. Была и обратная ситуация, когда некоторые автолюбители даже при разрешающем сигнале мешкались и старались не рисковать. Ну сейчас можно ехать? Не пойму, да, вроде, зеленая или нет. Пока не все водители свыклись с новым регулированием движения на данном участке дороги. Однако большинство считает, что появление реверсивной полосы изменит ситуацию с заторами в лучшую сторону. Будет удобнее ездить, да? Почему? А машина будет поток больше проходить в одну сторону, а потом в другую. Я так понимаю, что когда вечером она работает в ту сторону, когда с утра работает в эту сторону. И как раз люди все едут в центр и из центра работают. Я думаю, что поток людей пройдет быстрее. В управлении ГИБДД призывают автолюбители освежить свои знания о движении по реверсивной полосе и предупреждают, что за нарушение правил дорожного движения всех водителей ждет штраф. Запрещающий сигнал светофора, он неважно реверсивный или не реверсивный, это штраф 1000 рублей. При повторном нарушении такого же рода в течение года штраф увеличивается до 5000 рублей или предусмотрено лишение за это. Анастасия Зацепина, Илья Чечин, Телеканал Пилот.